Здравствуйте! Вы смотрите «Имена» – программу о людях, о которых хочется знать больше. Именно по этому Арбатскому переулку к себе домой ходила Анна Романовна Изрядного, первая жена поэта Сергея Есенина. В своих воспоминаниях она не указала точный адрес, но упоминала о своем маршруте. От Арбата свернула направо, затем налево и вошла в арку. Прочитав эти воспоминания и однажды идя к себе домой, народный артист России Сергей Петрович Никоненко интуитивно почувствовал, что Анна Изрядного шла в сторону его собственного дома. Никоненко обратился в свой ЖЭК, протер пыль в его архивах и действительно через 4 дня обнаружил адрес жены Есенина. Сергей Петрович купил эту квартиру и теперь здесь Есенинский культурный центр. Настоящий мужчина это тот, кто любит только двух женщин. Свою мать и мать своих детей. Если ко мне вопросов больше нет, все свободны. Сергей Никоненко как режиссер снял около 20 картин, а актерских работ у него больше 150. Режиссеры часто видели его в образе солдата, милиционера, в окопах и в военных городках. В кино всегда был востребован, но в последние годы играет еще и в антрепризе. Преступно кормить мужика как травоясное и при этом требовать от него страсти, как от хищника. Но есть у артиста Никоненко и самая любимая роль – образ Есенина в фильме «Пой песню поэт». И этот образ, вкратчиво перешагнув из кино в жизнь, не покидает артиста по сию пору. Да, мы даже над ним все подшучиваем, правда, по-доброму. Но знаете, когда человек одержим чем-то, он одержимый человек, он темпераментный, он настоящий творческий человек. Если ему что-то интересно, он этим загорается, зажигается, пытается всех увлечь. И Сергей Петрович читает Есенина всегда, везде, постоянно и много. И мы даже смеемся, что, Сергей Петрович, вы так можете отбить охоту слушать и читать Есенина, потому что его слишком много. Мы хотим с вами еще пообщаться, как с Сережей Никоненко, актером, которого мы очень любим. Сергей Петрович, как вы ощущаете, вот, актер, режиссер, сценарист, себя в роли частного владельца музея? Ощущаю музейным работником. И каждый год, 18 мая, в день музейного работника, я получаю поздравления от коллег. Это вот, когда меня спрашивали раньше, есть ли у меня какое-нибудь хобби? Я, как и отвечал, вы знаете, на хобби времени нет. Но я не лукавил, я просто не подозревал, что у меня хобби уже было. Я, сыграв однажды великого русского поэта Сергея Александровича Есенина в фильме «Пой песню поэт», настолько увлекся этим гениальным поэтом. А тогда это было для вас открытие? Поэтие? Нет. Открыл я его гораздо раньше. Я вообще в 50-х годах для себя открыл. И помог мне школьный друг по парте. Говорит, вот, я увлекался очень сильно Маяковским, который был доступен. А Есенин менее доступен. Говорит, ты вот любишь Маяковского. А есть другой поэт, не хуже, понимаешь, вот Есенин. Есенин никогда не был запрещен, это уже я вам могу сказать отчетливо. И то, что если кто-то говорит, кто-то за исполнение Есенина или за чтение Есенина был ребрессирован, это ложь. Есенин издавался в 1932 году и в 1939. Понимаете, какие годы я вам называю? В 1946 его был издан сборник. И, ну, после 20-го съезда партии, или после кончины Сталина, он стал издаваться миллионными тиражами. Я сейчас думаю, нет такого дома, где бы не было Томика Есенина. Подождите, так вы сторонник какой версии смерти? Это отдельный разговор очень долгий. Видите ли, могу вам, так сказать, вкратце сказать, что и те исследователи жизни Есенина, которые склонны думать, что это убийство, как, допустим, Холсталов, как я, все равно имеются темные пятна. Так же, как и у тех, кто, у криминалистов, которые внимательно, скрупулезно занимались, и у меня здесь есть на 500 страниц этот труд с фотографиями, со всеми определениями, что они склонны думать, что это все-таки самоубийство, у них тоже есть такие темные пятна. Я не могу поверить в самоубийство только по одной причине хотя бы. Ну, хотя бы можно сказать, нет, по нескольким причинам. Сначала я больше всего доверяю матери, которая, стоя в гробе, сказала, убили Сережу. Это равно. Материнское сердце не обманешь. Второе. В июле 1925 года Есенин заключил договор с издательством на издание к своему, очевидно, 30-летию трехтомник полного собрания сочинений. Вот здесь, в моем Есенинском центре, в экспозиции, посвященной жизни и творчеству, представлены 26 книг прижизненных изданий. И вот эти последние, а известно, что он написал 31. И что же получается? Что он не дождался трех недель до выхода первого тома, и месяца не дождался до выхода еще двух томов. Для поэта «Смысл жизни» — это книги. Назовался по одной книжечке. По-моему, собраны книжки довольно тонкие, они похожи на брошюрки, а здесь полноценные три тома, да некоторые тома в жесткой обложке, еще не только в мягкой. Вот. Поэтому я склонен думать, что все-таки... Вы не находите, что эти строки, человек, который написал такие строки, он, в общем, мог бы это сделать сам? Там есть такая... Ну, я понимаю, на рукаве своем повешусь, или я пришел на эту землю, чтобы быстрее ее покинуть. Это поэт говорит. Даже не эта конкретика, а вот какой-то внутренний такой эмоциональный, знаете, грусть вот эта вся, вот такая вот постоянная тревожность. Нет? Видите, гениальный поэт, он живет вместе, такой как Есенин, такой с Есенинским, с Есенинским сердцем и Есенинской душой любил эту землю, эту Россию. Который говорил, что если крикит рать святая, кинь ты руй, живи в раю, я скажу, не надо рая. Дайте родину мою. И все, что происходило с его стороной, с его землей, вот в этот очень короткий, исторический, сжатый до предела период времени, на эту 30-летнюю жизнь пришлись три революции и три войны. Голод, разруха, кровь, насилие, свирепость в человеческих отношениях. И среди этого нежному лирику жить, о чем ему писать, казалось бы. Все-таки он нашел эти... Да, он сопереживал, да, он... Он проживал судьбу России, не сопереживал, он проживал ее, как свою собственную жизнь. И я убежден, что сердце-то у него было изношено, не от алкоголя. Навешали ему ярлыков, там, алкоголик, бабник. Я когда снимал все кино, говорю, только не показывайте, какой он был алкоголик и бабник. Алкоголик не напишет вам за 10 неполных лет 31 книжку и издать ее. Что значит бабник? Влюблялся, что ли? А у нас что, Пушкин не влюблялся? Вот сейчас мы находимся в квартире Анны Романовны из Лиадного. Первая жена его гражданская, которая любила его, у нее был один единственный мужчина, она его любила как мужа, как сына, как... Она ему все прощала. Она понимала, что он гениальный совершенно поэт. Это она понимала, будучи корректором, будучи... Когда правила, так сказать, работала в типографии Сытина, и Есенин-то начинал то, что он был помощником у нее. Она поняла, с кем она, и посчастливилась жить. Она родила от него сына с очень грустной судьбой. Мать Есенина, Татьяна Федоровна. И она приехала сюда, в эту квартиру, вот в эту самую комнату, которую я большим-большим трудом все-таки удалось восстановить, начиная от обоев. Это вот такие, как были? Да, когда я отрывал газеты, когда я отрывал газеты, то первый ремонт... Первые обои были повешены на газетах 2011 года. А второй ремонт был уже в 1931 году, через 20 лет. И поэтому понял, я заказал эти обои, которые были на тех, и восстановил вид этой комнаты. Ну все, по типологии многое подобрано. И здесь, ну здесь есть и подлинные вещи. Вот, можете, покажите, пожалуйста, вещи Анны Романовны из Рядновой. Вот ее шапочка, блузка, бусики. Она подрабатывала тем, что печатала. Вот здесь у меня есть и Ундервуд того времени, на котором можно было печатать машинисткой. Но и Ундервуд накрыт полотенцем из села Константинова. Рязанская вышивка. Да еще портрет. Можете показать портрет, тоже подлинный. Это родственник Анны Романовны отдали мне. Он висел в этой комнате. Она вырезала из газеты, поместила его в обрамку. Тут вот у меня имеются фотографии сводных братьев. Юрий из Ряднов и Константин. Это сын Райх. Все дети Есенина очень хорошо относились к Анне Романовне из Рядновой. Вот Константин Есенин. Неизвестно, что отчим Мирхольд был расстрелян. Мать Зинаида Николаевна Райх зверски убита. Как восстановилась сотрудниками ОГПУ или КГБ, или НКВД в то время. Вот тут зарезано несколькими ударами ножа. И Татьяна и Константин приходили сюда, в эту комнату. И эта комната восстанавливалась по воспоминаниям больше старых жильцов этого дома, которые еще были живы 11 лет назад. И по воспоминаниям Александра Сергеевича Есенина Вольпин. Он тоже был в этой комнате. И рассказывал, говорит, вот здесь стояла кровать, на которой сидела бабушка. Между нами был какой-то стол. Ну а что еще тогда могло быть? Комод, шкаф, да может быть это жертка с книжками. Все, что вам здесь и представлено. Но это подобрано по типологии. Конечно же, эти вещи сохраниться не могли. Сохранилась вот такая вот книжица, книжка Анны Романовной из Рядновой. Здесь вот написано ее Анна из Ряднова, есть вот ее здесь автограф. И история профессионального движения рабочих печатного дела в Москве. Вот. Профессионального движения. Также сохранилась книжечка, переплетенная. Детской рукой написано. Пушкин. Вот тут вверху написано Пушкин. А на задней странице совсем вот тут вот написано следующее. Читал Юрий Изряднов и Женя Де. Я нашел этого Женю Де. Это немало, немного поэт Евгений Долматовский. И Константин сюда приходил перед, когда был 41-й год, был призван в армию в декабре 41-го года. Уже в Шинере пришел Костя сюда. И Анна Романовна из Ряднова напоила его чаем и дала докурить отцовские сигареты. Отец Сергей Александрович Есенин курил софо. Но я не знаю какую, и одну из пачек, последним посещением было 23-го декабря 25-го года, он зашел в эту комнату, он курил папиросы и забыл. Я не знаю, какой формат был этих сигарет, но я на всякий случай приобрел два формата. Это вот софо, маленький формат, половинчатый, здесь 10 папиросок, а здесь вот 25. Оль, тут даже, по-моему, спички того времени имеются. Вот это я все. И это настолько увлекательно, меня спрашивали, это хобби, откуда это все. Ну, это настолько увлекательно заниматься всем этим делом. Это большой, нет большего для меня праздника души, когда я иду в Есенинский центр сюда и что-то несу. Однажды я за городом строю дом, мне нужен был песок для фундамента, естественно. Машина приехала с песком, и когда разгрузили, то в груди песка грязная-грязная склянка валялась. Она вот такая вот была, только очень грязная. Вот, я ее отмыл, и у меня, ну, то я ее сразу увидел, у меня зашевелились волосы, потому что я эту лампу узнал сразу же. Это точно такая же лампа стоит в доме у Есенин в селе Константиново. Вот она здесь, на подоконнике стоит. Ну, не судьба лета. Не знак лета. Это свыше, что я должен продолжать это дело, собирать. Вот портрет Анны Романовны изрядной. Вот она, гимназистка, очень скромно надетая, молодая девушка. Вот, или вот здесь вот наверняка в 30-х годах, здесь, наверное, Юрий, ну, где-то начало 30-х годов, мать Есенина, Татьяна Федоровна, с внуком Юрием Изрядным. Вот чем любопытна эта комната. Я говорила тут с вашими друзьями некоторыми. Они рассказывают, что вы так много читаете стихов Есенина, и так много о нем говорите, что уже непонятно, где ваша судьба, где его. Вы находите какие-то параллели, строите, вот, находите сходности собственные. Своя жизнь, великая, гениальная, трудная. У меня своя жизнь актерская, но я играю Есенина, я, получив эту роль, я окунулся с головой. Я московский озорной гуляка, По всему Тверскому околотку, в переулках, Каждая собака знает мою легкую походку. Каждая затрипанная лошадь головой кивает мне навстречу. Для зверей, приятель, я хороший. Каждый стих мой душу звери лечит. Я играл Есенина, и могу сказать, да, снимал картину гениальный, конечно, художник, который считал, что кинематограф, прежде всего, искусство зрелищное, и он искал зрительный образ, равный или эквивалентный поэзии Есенина. Нет, там не снято в этой картине фильм «Пой песню», поэтому ни одного кадра не снято просто так. Он что-то изобретал, он что-то находил, привносил. Он не мог снять, поставить камеру и снимать, ну, такой крупный план, давай снимем. Нет, 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 нет. Тогда бы это был не Сергей Павлович Русевский, которому, видите, Пикассо, по-моему, подарил пять подлинников своих. Конечно же, ему не хватило режиссера. Если бы был режиссер еще и Колотозов, наверняка бы сработала бы и драматургия, с кем он постоянно работал, но к этому времени они уже, по-моему, разошлись. А последний фильм «Семьи безруковых»? То, что было снято вот этот сериал, это, по-моему, жестокая, а может даже и непростительная ошибка молодого художника, но он уже старше Есенина. Он уже, так сказать, прожил такую жизнь, как Есенин. На экране я не увидел поэта. Но он же приходил к вам вроде бы. Он приходил, он здесь был у меня. Он даже попросил выпить из бокала, которым, так сказать, пил Есенин. Он вот попробовал. Но жалко, что он не попробовал изучить эту жизнь повнимательнее, поскурпулезнее. Особенно первоснову, кто создатель, это его отец, который написал книгу, которая уже просто-напросто «Бездарнее о Есенине я ничего в руках не держал». Есенин был хулиганом. Да, он иногда бурро выступал, но против кого, надо понять. Против прокляткультовцев, которые отрицали всю русскую культуру до 17-го года. Говорят, на свалках этих Пушкиных, Гончаровых, Толстых, Гоголевых, Некрасовых и прочих. Всех это будет. В 17-го года должна начинаться. Конечно же, Есенин этого не мог и слушать, и у меня даже трость есть. С версией, что этой тростью он одного пролеткульца-то по горбу-то, так сказать, и отчесал. Когда появились новые материалы, когда можно было говорить о Есенине откровенно, об этом удивительном совершенно человеке, очень разнообразном, многопластовом, понять. С одной стороны, человек расписывает, хулиганит страстной монастырь полуприличными стихами, четверостишими. С другой стороны, пишет, в это же практически самое время, пишет такой труд, как «Ключи Марии». Вот эта брошюрка стоит многих томов академиков-филологов, я думаю, в исследовании образного русского языка и образного строя поэзии русской, начиная от самого первого источника, может быть, слова о полку Игореве. И как раз я-то с вами думаю, что более всего Есенин родственен именно вот тому безымянному поэту, который написал это гениальное произведение слова о полку Игореве. Вот тот образный строй, полечу кукушкой, и солнце говорит, все разговаривает, и в поэзии Есенина все, и березка разговаривает. О любопытный друг, сегодня ночью позже, здесь слезы ливы по сути, это же береза говорит, и осины разговаривает, и пни разговаривает, а уж не говорю про животных, они же все живые, и зверьё, как братьев наших меньших, никогда не бил по голове. Да, пролеткульцев, которого там отчисал по спине, а вот животные не мог, потому что животные так не пакостят, а сейчас как люди. В этот двор выходят еще три дома. Каждый фасадом глядит на Арбат, а черным ходом во двор. Арбат 51, последний московский приют Александра Блока. Арбат 53, дом Пушкина. Рядом Арбат 55, квартира Андрея Белого. Они все жили не в одно время, но точно ходили по этому двору след в след. А тут сюда приходил Есенин, одна самая, может быть, любимая квартира была. И здесь более всего-то и любили Есенина. Его первая жена из Рядом, которая никогда ему ничего не возразила, не попеняла, не попросила, может быть. Она принимала его таким, каким он был. Пришел, радость ушел, грусть, но она его ждала. И другого мужчину не умерла. В последний раз в этой квартире у Анны Изрядного Есенин был незадолго до смерти, за четыре дня. Приходил проститься перед отъездом в Питер, просил не баловать, беречь сына. Ну, меня-то я понимаю, что Урусевский взял, думаю, за то, что я был похож внешне, а совсем не за то, что я, в общем, актера, я что-то могу обнаружить в душе и воспроизвести в своей душе Есенинской, присвоить это. То, что делает актер, работа актера, что это? Нужно присвоить чужую жизнь, чужие мысли, чтобы они прошли в твою кровеносную систему, чтобы тебя будоражило то, что будоражило твоего героя. Откуда я, так сказать, много занимался-то этим? Мне было интересно, я встречался с людьми, тогда еще были живы, и я встречался, и разговаривал с Виктором Борисовичем Шкловским, или Анной Леонидовной Миклашевской, я пять вечеров у нее провел, или мама Никиты Михалковой, Наталья Петровна, удивительная совершенно женщина, она помнила его прекрасно, мне рассказывала, или Илья Ильич Шнейдер, директор школы Осидора Дункан, у которого я, так сказать, бывал, у которого очень молодцевато еще горели глаза, когда раздавались эти звонки, по-моему, звонили женщины. Вот он рассказывал о Есении. Все говорили, что удивительно нежный был человек, удивительно совестливый был человек. Ну, конечно, когда обижали, конечно, наверное, сопротивлялся. Уж то, что а с детства подраться любил, если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. Так ее написано в одном стихотворении. И уже говорю я не маме, а в чужой и хохочущий изброд. Ничего, я споткнулся, а камень, это к завтрому все заживет. Спасибо.